Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, инвалиды и дети-инвалиды, еще ряд некоторых категорий граждан должны до 1 октября определиться с набором социальных услуг. Он включает в себя несколько пунктов, в том числе обеспечение необходимыми лекарствами. Вместо этого гражданин может отказаться полностью или частично от этого набора и выбрать деньги. Размер набора социальных услуг составляет 1313 рублей 44 копейки в месяц. Основная часть из этой денежной компенсации, конечно, составляет на лекарственное обеспечение. Это около 1100 рублей. Нужно понимать, что это очень маленькая сумма в случае, если пациент отказывается в пользу денежной компенсации. Надо понимать, что пациенты с хроническими заболеваниями, с вновь диагностированными заболеваниями, тратят на лекарства и на лечение гораздо больше. Если пациент откажется от льготы и будет получать денежную компенсацию, то все время лечения, включая дорогостоящее, ляжет на его плечи. Решение гражданин принимает раз в год, до 1 октября. Оно вступит в силу с 1 января следующего года и действует год. За это время у пациента могут обостриться хронические заболевания и возникнуть новые. Современные лечения таких актуальных заболеваний, как онкологические заболевания, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия – очень дорогое. Стоимость препаратов, входящих в комплекс химиотерапии, может достигать нескольких сотен тысяч. Мы знаем, какие дорогие инсулины сейчас. Если пациент выберет обеспечение лекарством вместо денег, ему гарантированы качественные препараты в соответствии с современными клиническими рекомендациями и медицинские изделия. Перечень лекарств в случае сохранения набора социальных услуг определен программой государственной гарантии и регулярно обновляется. Наших горожан мы призываем ответственно подойти к принятию решения. И, конечно, доктора нашей клинической больницы призывают оставить, сохранить за собой право на набор социальных услуг в части лекарственного обеспечения для качественного амбулаторного лечения. Сообщить о своем решении граждане должны в пенсионный фонд до 1 октября.